Это Илья Геннадьевич Воеводин, кандидат технических наук, руководитель Центра молодежного и инновационного творчества, заместитель руководителя по научно-техническому творчеству регионального школьного технопарка, инженер по автоматизации технологических процессов и производств, инженер робототехнических систем. И сегодня Илья Геннадьевич расскажет нам о нейрокомпьютерных интерфейсах лекций, которая называется «Мозг и компьютер. Перспективы сотрудничества. Встречайте». Спасибо большое, Светлана. Мне уже просто страшно на эту сцену ходить, потому что я не знал, что я такой, как вам сейчас сказали. А чтобы на работу ко мне попасть, нужно быть, вообще говоря, школьником в возрасте, ну, в общем-то, в любом школьном возрасте. И тогда вы стопроцентно попадаете ко мне на работу в качестве проектанта регионального школьного технопарка. Я хочу сказать, что я сегодня здесь не один. Я пригласил сюда своих учеников, они же проектанты, они недавно защищались. Защищали проект как раз по направлению нейрокомпьютерных интерфейсов. И я их представляю. Это Даниил Лешетников и Дмитрий Лешки. Они, так сказать, тву обеспечивают наш тву. Я очень рад всех приветствовать сегодня. Скажите, так, это у меня такая первая, наверное, лекция, особенно в баре. И хотел бы поговорить сегодня не столько о какой-то высокой науке, сколько о том, чем мы занимаемся. И, возможно, вас чем-то заинтересовать даже тем, что мы занимаемся. То, что сейчас будет рассказано, пока еще мало кто знает. То есть у нас была единственная защита не так давно. И в Астрахани мы представили свой проект только благодаря победе, как раз у моих ребят, которые в этом зале. Победе в конкурсе корпорации Intel по созданию робота, который управляется выставленными командами. И мы надеемся, что если нас техника сегодня не подведет, то этого робота мы с вами сегодня увидим. И, кстати, можем даже желающим дать возможность попробовать им поуправлять. Но это немножко я забегаю вперед. А сегодня я хотел рассказать, собственно, вот о чем. Скажем так, если говорить о человеческом мозге, то все вы здесь собравшись, наверное, собрались здесь не случайно, вы многое знаете о человеческом мозге, что в нем около или даже более 100 миллиардов нейронов. Кто-то оценит эту цифру уже в миллион нейронов. А у каждого нейрона до 10 тысяч связей с другими нейронами. То есть это невообразимая сеть, количество, скажем так, комбинаторных состояний, которые превышают количество атом по Вселенной, а оценка верхнего вообще не определена. То есть больше, чем в 10,5-й степени, а дальше еще ученые спорят. То есть можно себе представить, какой объем информации в нем. И, скажем так, насколько сложны процессы, текущие в нашем мозге. Казалось бы, как их с помощью техники вообще можно... Как не подступиться-то вообще с помощью техники обычной нашей железной электронной техники. Вот сегодня как раз мы сюда пришли, чтобы рассказать, как можно подступиться. И я призываю вас, кстати, задать вопросы, потому что это не совсем обычная лекция. Мы покажем кое-что на практике, чего мы добились и что можно пощупить руками. Итак, на самом деле, давно уже было установлено, еще в XIX веке, что вся сложность процессов человеческого мозга, оказывается, еще представляется в виде электрической активности на поверхности головы, так сказать. То есть на коже головы вырабатываются электрические потенциалы. Они имеют достаточно сложную форму, то есть во время и все время изменяются, вот такие сложные графики. И то, что это происходит, знали уже, скажем так, порядка, наверное, 150 лет назад. И потом пришло понимание, что, оказывается, эти процессы, в принципе, в какой-то степени предсказуемы, в какой-то степени они связаны с тем, что, о чем мы думаем, в каком состоянии, так скажем, наш мозг находится, в каком, может быть, эмоциональном состоянии находимся. То есть была установлена связь между состоянием мозга и электрической активностью на поверхности головы. Конечно, кто-то говорит о том, что, скажем, анализировать состояние мозга таким образом, это все равно, что считывать состояние компьютера по электромагнитным полям, которые возникают вокруг процесса. То есть миллиарды операций в секунду, миллиарды элементов, которые эти операции производят, а в сумме получается некая сложная такая временная кривая. И как, в общем-то, как излечить с него полезную информацию, сложно представить. Нельзя же подключиться к каждому нейрону в отдельности. Хотя такой проект сейчас, кстати, развивается. Не совсем такой. Проект называется «Картирование зон головного мозга». То есть хотят человеческий мозг проанализировать в максимальной степени подробностей, определить, что в каждый момент времени происходит в каждой микрозоне, так сказать, нашего с вами мозга. Но этот проект взгляд далек еще от завершения. Он еще только начался, можно сказать. И, наверное, он нам несет очень интересные результаты, так же, как и изучение генома человека, скажем, постоянно приносит новую информацию, новые результаты. Мы сегодня поговорим с вами о более простых вещах и в то же время вещах действенных. Как утверждает один из ведущих нейрофизиологов нашей страны, профессор Каплана из Московского госуниверситета, фактически мы не просто анализируем состояние мозга, мы фактически учимся создавать такие состояния мозга, которые распознаются в аппаратуре. Скажем так, то есть в процессе управления, как я уже говорил, в процессе управления с помощью мысленных команд, может быть, 50% успеха – это электроника, техника, это алгоритмы распознавания, а 50% успеха, а может и больше – это на самом деле тренировка человека-омператора, который формирует эти состояния. И вот, есть даже такая техника, есть, она называется психонетика. Тут уже я могу немножко уйти в сторону, там, на ЛП, нет, на психическом программировании, нет. На самом деле техника вполне чёткая, очерченная, то есть фактически человек тренируется на воспроизведении определённого состояния сознания, определённого состояния мозговой активности. И вот фактически всё нейроуправление, на самом деле, это тренировка оператора на определённое состояние и создание такой техники, такой аппаратуры, которую состояние будет воспринимать. И как вы догадываетесь, если в этом деле участвует двое, и, скажем так, сигналы мозга передаётся аппаратуре, а аппаратура формирует какие-то сигналы для человека, то круг замыкается, то есть возникает так называемая галактическая обратная связь. Когда человек, видя состояние своего мозга, может это состояние целенаправленно менять. В этом есть, собственно, суть тренировки. Я хотел бы, чтобы не было голословным всё то, о чём я говорю. Я хочу показать вам состояние собственного мозга. Да, я не рассказал вам о том, чем мы пользуемся в качестве аппаратуры. Вот у меня в руках один из вариантов так называемого нейроинтерфейса. Такой шлем с электрическим контактом. Сейчас я его попробую показать. То есть вот шлем – это электрический контакт, который касается лобной, точнее, кожи против моей доли. А всё остальное – это элементы питания, это беспроводной интерфейс. Ну и самое главное – это специальная плата, которая, скажем так, обрабатывает сырой сигнал, который снимается с лобной доли моего мозга. И обрабатывает она его… Ну давайте не буду говорить, как она обрабатывает, но давайте мы посмотрим сначала, что получается, и потом я вам, кажется, поясню. Сейчас я должен эту штуку надеть на себя. Прежде чем надеть её на себя, я проверяю, всё ли в порядке. Но у меня тут маленькая зелёная лапочка загорелась, это говорит о том, что связь установлена. На самом деле компьютер и приёмная часть находятся там на барной стойке, а я буду передавать сигнал просто напросто по Bluetooth, то есть по лобу. Так. Вроде бы всё хорошо. Подводите внимание, сейчас на экране мы видим состояние мозговой активности моей в реальном масштабе в речи. То есть, что же мы видим на экране? Что же делает эта таинственная плата, которую у меня на голове? Эта таинственная плата, сигнал, изначально, скажем так, неразделённый, разделяет на определённые диапазоны частот. Ну, я не знаю, насколько аудитории знакомы эти понятия, но я надеюсь, что знакомы. То есть, на самом деле, сигнал, вырабатываемый мозгом, присутствует в диапазоне частот от 0,1 Гц до 100 Гц. Так вот, плата эта, так же, как, в принципе, любой энцефалограф у врача, например, использованной при обследовании, ну, кто на права сдавал сейчас, да, тот знает, что проводится и идет обследование с помощью электроцепалографа. То, что на мне, фактически, это и есть. Электроцепалограф, только достаточно простой. У него всего один, по-два точнее, контакта, а здесь на ухе базовый, референсный. А на уху основной. Так вот, эта плата, сырой, необработанный сигнал, разделяет по частотам. То есть, она определяет, какова интенсивность сигнала в области самых низких частот, например, дельта, так называемый дельта волна, дета волна, и до самых высоких частот, которые называются гамма-волны. Это вот разделение условное достаточно на альфа, ну, точнее, скажем, давайте по частотам если идти, то на дельта, дета, альфа, бета и гамма-волны, оно было уже достаточно давно произведено физиологами. Они обратили внимание вот на что. Что оказывается, разным состоянием человеческого мозга соответствует активность в разных частотных диапазонах, скажем так. То есть, например, дельта и дета волны характеризуются обычно в состоянии, точнее, наблюдаются, например, в состоянии сна чаще всего, или у очень маленьких детей даже в состоянии бодрствования. А вот, например, высокие уровни альфа-волл, обычно они сопутствуют, ну, скажем так, состоянию счастья, то есть хорошему настроению, хорошему самочувствию и так далее. Вот, что происходит сейчас с моим мозгом. Вот сейчас, например, я так вижу, что активность моего мозга почти на нуле. На самом деле, вот на верхней части экрана мы видим постоянно бегущий график, который показывает, как те или иные, скажем так, сигналы в определенных частотных диапазонах, как они изменялись по прошествии времени, да, по определенному, точнее, определенный момент времени. А вот два столбика слева, который называется retention meditation, это уже не первичное, даже не вторичное, скажем так, ну, скажем так, правильно, значит, первичный сигнал сырой, вторичный сигнал – это разделение его на отдельные волны, так скажем, мозговой активности, а вторичная обработка – это уже получение более сложных сигналов, здесь они названы attention и meditation, ну, то есть это сигналы, которые характеризуют состояние концентрации внимания, то есть attention, и состояние, так называемой, условной медитации, то есть это сосредоточение на какой-то, скажем так, достаточно сложной проблеме. Вот самое интересное, кстати, наблюдать за мозгом, человек, который выступает перед аудиторией, перед аудиторией, что он в этот момент испытывает, но вот я вижу, что у меня достаточно высокие уровни attention and meditation, это значит, что я, во-первых, сосредоточен на решении конкретной данной задачи, то есть я должен перед вами держаться достаточно плохо, то есть я должен себя контролировать, я непосредственно должен с вами говорить, говорить не чушь, а что-то полезное, и во-вторых, meditation, это значит, что у меня фактически мозг фоном занят другой задачей, то есть он думает о том, а что я должен был сказать в следующий раз, в следующий момент прежнего, то есть сейчас рассказываю по состоянию своего мозга, я уже должен думать о том, а что я вам скажу через несколько минут, скорее всего так. конечно, мозговая, то есть активность через мозг достаточно сложный процесс, там существует спонтанное, так скажем, спонтанное увеличение активности по всем видам голов, на него влияет и глотание, скажем, и моргание, закрытие глаз, влияет какие-то мгновенные изменения моего эмоционального состояния, которые, может быть, я даже не обращаю внимание. Вы спросите, как же на основе вот этого всего, как же можно на самом деле управлять? Я вам скажу так, значит, во-первых, вот то, что сделала компания Нейроскай, которая придумала эту плату, она вот эти два сигнала Attention Meditation сформировала. Это очень большое достижение, и, кстати, нейроинтерфейсы этой компании, вот они дали толчок вообще к мировому взрывному росту интереса к нейро-компьютерным интерфейсам и к тому, что их очень много сейчас где стараются применить. Сигналы Attention Meditation, они достаточно осмысленные, достаточно релевантные состояния, то есть имя можно выправлять достаточно легко, то есть сосредоточившись на чём-то, вы повышаете свой уровень Detection. Глубоко задумывавшись над проблемой, вы повышаете свой уровень Detection. И вот эти сигналы как раз используются в управлении нашим роботом, вот тем как раз роботом, который создавали мои ученики. Но даже при том, что сигналы концентрации внимания, достаточно осмысленные, достаточно чёткие, тем не менее для того, чтобы вы могли эффективно чем-то управлять, вы должны пройти тренировку. Скажем, из практики известно, что таких тренировок должно быть где-то, наверное, от 3 до 10, чтобы действительно мы достигли вот чего, мы достигли произвольного вхождения в определённое состояние. и хочу добавить, что тренировать можно не только высокой состоянии концентрации внимания, хотя это тоже важно на самом деле, потому что если вы умеете быстро входить и долго удерживать состояние концентрации внимания, это значит, что вы можете спокойно работать в комнате, где разговаривает одновременно множество человек в нерабочей обстановке, да, что вы можете сосредоточиться над решением какой-то задачи, при том, что обстановка к этому не располагает. Но вы можете тренировать и другие состояния. Например, в принципе, можно тренировать состояние высоких альфа, так называемый альфа состояние, в котором мы испытываем счастье, испытываем хорошее самочувствие, испытываем радость. То есть, такое желаемое нами всем состояние. Если бы в этом состоянии всё время находились, нам ничего больше не надо. это направление, кстати, называется брейдфитнес или нейрофитнес, это тренировка мозга. И тренировка мозга осуществляется, как я уже сказал, в режиме аналогической обратной связи. То есть, например, вот даже с помощью вот этого программного обеспечения, который сейчас увидит на экране, можно осуществить такую аналогичную обратную связь. То есть, я могу поставить себе задачу, например, формировать высокий уровень альфа-бол. И я просто буду смотреть на экран, перебирая внутри, так скажем, состояние своей мозговой активности, пытаясь перестроиться, так скажем, и пытаясь прийти к тому, чтобы это состояние альфа-бол у меня сформировалось. То есть, активность моих альфа-бол была выше. Вот. Тут я пока ничего не буду анонсировать, но я хочу сказать, что вот ребята мои, которые здесь присутствуют, при управлении роботом, при тренировке по управлению роботом, как они сами говорят, они начали, так сказать, чувствовать, когда, когда на самом деле и как сформировать сигнал, который заставит робота двигаться вперед, например, или назад. То есть, они почувствовали, как им войти в это состояние. Это и есть фактически называемый биофидбэк, то есть, галорическая обратная связь. Можно это делать с помощью робота, можно это делать с помощью экрана компьютера, можно это делать по-разному. Есть такие средства, например, игра, в общем, игра почувствуйся отжидаем, когда ты тренируешься, например, поднимать шарик некий в трубе как можно выше. Вот это не важно. На самом деле все эти способы тренировок, это связь определенного какого-то визуального стимула и уровня активности по соответствующей волне. Я сейчас очень много говорю, кстати, если кто-то хочет, то я могу предоставить возможность посмотреть состояние его мозга. Вот у меня может я поправить, у меня примерно чуть выше половины все время интенсивидейшн, чуть выше 50%. А у кого-то может совершенно по-другому. Если кто-то хочет, я могу предоставить возможность пожалуйста. А можно при этом музыку слушать? конечно. А самое интересное, можно проводить исследование на тему, как, допустим, какие-то процессы, в том числе и музыка, влияют на активность музыки. вверху, в верхнем правом углу, кружок зеленый, значит, значит, связь цифолографа с мозгом, так сказать, головой человека установлена. Вот сейчас мы видим, что уровень attention слабый, то есть человек не сосредоточен на решении какой-то проблем вот в данный конкретный момент принято, то есть он не обеспокоен ничем, ему не требуется сейчас что-либо совершать, скажем так, зато у него высокий уровень meditation, человек, который в принципе хорошо подготовлен к тому, чтобы быстро переходить в состояние спокойного, скажем так, обкубывания какой-то задачи, например, научной задачи. Вот, на первый взгляд я бы сказал вот так. Хотя, конечно, постоянно удерживать состояние в нужном, на нужном уровне это достаточно нелегкая задача. Это достигается только тренировкой. Так, желтая это дельта. Это самый низкочастотный диапазон. Вообще, он связан с состоянием расслабленности, отдыха. Кто-нибудь еще хочет попробовать? Смотрите, кто-нибудь может, кто-нибудь не может не может кто-нибудь на ну что мы видим здесь если похожая картина то есть уровень медитейшн достаточно высокий выше 10 процентов здесь attention почти все время тоже выше 10 процентов то есть есть готовность внимание в текущей ситуации скажем так отсутствие расслабленности и в то же время высокий вы медитейшн то есть наверно у вас должны быть хорошие успехи но я хочу сказать что это достаточно условный анализ как я уже говорил речь сегодня пойдет в основном о том как с помощью нейроинтерфейс можно управлять и фактически речь идет о том как скажем можно натренировать человека на воспроизведение определенных уровней определенных вот это можно сделать за счет механизма биологической обратной связи давайте попробуем как первый раз Продолжение следует... 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 То есть это пример того, как сигналы, которые вы видели на экране, они могут управлять техникой. Я вкратце, а может быть, Танил поможет рассказать, для чего вообще мы этот проект надумали, что по каким-то целям. Здравствуйте. Надо сказать, что изначально идея самого проекта появилась в Крассудвитре. Он активно занимается диллспортом, у него возникла такая мысль, как бы, не отвлекаясь, скажем так, от движения, выполнять различные функции, там, скажем, включать двигатель, переключать музыку в клейере. Вот. И возникла у него идея создать такие очки с нейроправлением. Потом, собственно говоря, к этому проекту подключился я, и в ходе работы этого проекта мы уже... К нами создан был прототип, изначально была дверь, который открывался-закрывался по основе мысльных команд. Вот. А затем мы подумали, почему бы нам не помочь людям с ограниченными возможностями здоровья. То есть сейчас этот робот, скажем так, демонстрирует, можно сказать, что демонстрирует инвалидную коляску. То есть человек без посторонней помощи, без каких-то физических усилий, без голосовых команд, что довольно удобно, скажем, например, на улице, сможет управлять инвалидной коляской вот с помощью мысльных как раз команды. На данный момент мы используем показатель action, то есть если человек расслаблен, а робот движется назад. Если человек обратно сконцентрирован, происходит движение вперёд. Вот сейчас как раз-то всё будет продемонстрировано. Были маленькие технические заметки, как всегда. Вот сейчас зелёный сигнал светодиода говорит о том, что связь робота и шлема, и шлема и робота установлена. Значит, сейчас, раз робота у нас движется вперёд, то состояние сигнала attention высокое. Робот остановился, attention в пределах 50% плюс-минус 10%. И, наконец, если робот двигается назад, то attention меньше 40%. На самом деле мы можем управлять и другой техникой, и мы можем задавать другие пороги, и мы можем использовать другие сигналы. Но пока мы, честно сказать, мы в начале пути, то есть мы, скажем, пока управляем самым простым образом. Но продолжение нашего проекта как раз связано с тем, что вы, во-первых, написать программное обеспечение, которое будет анализировать и другие виды волн, ну, с помощью такого, наверное, интерфейса, как я вам показывал, достаточно несложно, потому что все эти сигналы уже готовы сформировать, скажем так. Ну, и, во-вторых, может быть, что более важным будет, это выполнить тренировку операторов, то есть мы фактически самих себя, да, то есть научиться воспроизводить высокие или низкие уровни волн в других диапазонах, скажем, уже не опираясь на готовые сигналы attention. Ну, attention, конечно, замечательно, но, к сожалению, он один, есть ещё один сигнал, где дальше. Но это достаточно мало для того, чтобы управлять различными поведениями, скажем так, или поведениями робота. Я хочу сказать, кстати, что есть такое соревнование международное, называется WorldSkills, есть соревнование для более младшей категории, это JuniorSkills, это такие соревнования по рабочей профессии. Ну, как ни странно, там в числе рабочей профессии есть и нейрооператоры, и в числе рабочей профессии есть такие управления, как, скажем, 3D-моделирование, статки, числе и программы управления. Это достаточно, скажем так, продвинутые рабочие профессии. Вот, в рамках соревнований WorldSkills есть такая дисциплина, как нейропилотирование. И наша российская команда поставила такую задачу, в 2019 году, кажется, может, я ошибаюсь, насчёт года, но в ближайшем будущем подготовить команду нейропилотов, которая способна будет не давать ни одну или две нейрокоманды, так сказать, мысленных команды, как сейчас, а до 25 команд. То есть фактически вот из этих сочетаний, которые увидели на экране, можно сформировать 25 разных комбинаций, и можно натренировать человека на то, чтобы их произвольно пожелали воспроизвать. Ну, откровенно говоря, вот, сколько я общался со специалистами, всё-таки пока реальное количество мысленных команд, достигнутых в реальных системах, по крайней мере, в России, достигает 9, да? Около 9. Около 9. На самом деле 25 команд – это очень серьёзная заявка. Ну, я, конечно, рассчитываю на успех в целом нашей российской команды. Ну, я хочу сказать, что это непросто. Это, прежде всего, очень сложная подготовка к самому человеку, для того, чтобы научить его воспроизводить такие состояния. Ну, и помимо управления, собственно, техникой… Так, что там у нас управление техникой? Так, а я вижу, что у нас сигнал. У нас потерян сигнал. Вот если там кому-то видно, то там жёлтый сигнал горит. Это значит, что у нас сигнал между головой и интерфейсом будет плохой. Вот, сейчас Дима тренируется на том, чтобы отправить роботу назад. То есть он должен сейчас понизить концентрацию внимания. Я это обычно делаю, закрывая глаза, глубоко вдохну и расслабляешься. А вот-вот пошло, 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 пошло. Вот, вот сейчас движение назад означало, что… Ну, зря я это сказал. Движение назад означало, что концентрация внимания была снижена. Сейчас часто теряется связь между контроллером и роботом, и поэтому он не особо хочет слушаться. Допустим, сейчас горит зеркал желтой лампочкой, потому что означает то, что… Кромадный доходок не всегда в нём не может, так сказать. Видишь? Да, 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 да. Но сейчас я стараюсь его подвинуть к нам поближе, чтобы вы его все видели. А там, да, да, да. Ну, вообще, если все получается. Сейчас успешно достаточно денег удалось вывезти его. Да, опять же, у нас проблемы со связью небольшой. Ну, это… Мы можем предложить любому желающему поуправлять машинкой нашей. Пожалуйста. Можно? Да, конечно. У нас, собственно, в последнее время пошло развитие того, что уголный кроссов вывезли своих роботов на рынок, которые сами развиваются. И такой вопрос. Вам можно ли создать сеть, которая будет обратно? То есть не я буду управлять роботом, а робот будет управлять к нему. Я так понимаю, что вообще-то, наверное, мало кому бы хотелось до этого. Ну, на самом деле, если считать показатели активности мозга, это задача простая, то навязать мозг в активность – это уже гораздо сложнее. Есть так называемая электромагнитная стимуляция мозга и электрическая стимуляция, когда через мозг пропускают электрический сигнал или просто воздействуют на него сильным в моментом поле. Но навязать какие-то мысли в такие способности, насколько я знаю, пока невозможно. По крайней мере, мне неизвестны практические исследования в этой области. Хотя я вас хочу, конечно, огорчить или нет, но эти исследования ведутся и такие способы ищут. Я хочу сказать, что, может быть, наша с вами встреча, она должна послужить тому, чтобы вы бы заранее могли бы подготовиться и не допустить такого влияния на наш мозг. Потому что будущее мира, в котором мысли человека записываются в мозг, не представляется страшным. честно говоря, да, но пока практически таких технологий не существует, насколько я знаю. Потому что этот поправит... Да, у нас даже был такой, ваше проект ребята рассказывали, мы управляли входной дверью, ну, моделью, правда, дверью, да. То есть, в принципе, любой домашней техникой. Это проект планировался для помощи людям с инвалидом на бездвижном. То есть, кто не может, к сожалению, таких людей немало, кто не управляет конечностями, и для них, возможно, с помощью нейроинтерфейса, скажем, управление телевизором, шторами, вентилятором, випедсистемой, чем-то таким, от чего непосредственно комфорт зависит, да. И, возможно, это, скажем, вызов помощи или вызов родственников. Вот, кстати, одно из направлений исследований с нейроинтерфейсом, это фиксация экстремальных ситуаций, скажем так, фиксация состояний, так сказать, страха, паники или фиксация вообще критических состояний мозга, да. То есть, когда, допустим, такой исходник зафиксирован, то можно сделать что? Можно вызвать помощь, да. Например. У нас одно из направлений, которое мы хотим довести до конца, это блокировка механизмов в случае экстремальной ситуации. Ну, представьте себе, например, что оператор на производстве, на него движется тяжелый неуправленный механизм. Такое бывает, да. Человек может не успеть среагировать вовремя на эту опасность. Мозг, конечно, реагирует мгновенно. А вот мускул, так скажем, вообще наша, скажем так, нервная система, она у некоторых людей вообще может вызывать в этом случае ступор, так сказать. То есть человек может не среагировать в принципе или среагировать с задержкой, да. Идея в том, чтобы, фиксируя состояние, такого рода состояние мозга, блокировать тяжелую технику до того, как она нанесет ущерб человеку. Это можно в принципе использовать, как нам кажется, и для предотвращения ДТП, и для предотвращения аварий, в том, в том, в том транспорте и так далее. То есть тут... Ну, нам представляется, тут достаточно много возможностей таких. Чем еще можно управлять? Чем еще можно управлять? Чем еще можно управлять? В принципе, различными компьютерными системами, скажем. Да, правильно. Вот можно, кстати, текст вводить. Есть такие эксперименты. Ну, мы не единственные в мире люди, кто-то занимается, как вы поняли. И не единственные в стране, тут нечего скрывать. Так вот, значит, есть эксперименты, которые позволяют обездвиженному человеку вводить текст. Для этого достаточно сформировать, скажем, 4, или нет, 5, наверное, команд мысленных. То есть, скажем, экранная клавиатура, он видит эту экранную клавиатуру, и он может управлять движением курсора вверх-вниз, влево-вправо, и выбирать в видеобесцину. Таким образом человек может вводить текст. Это не фантастика, это реализованность, в принципе. Я хотел сказать, что задумывались ли мы над тем, можно ли реализовать обратную, так сказать, запись. Да, задумывались. Но пока результаты этих задумываний, они пока нулевые. То есть, пока никаких технологий мы не предлагаем сами и не знаем о существовании этих технологий. Да, слышу вас. Если все этим занимаются, как вы говорите, то у нас, наверное, в чем они, кажется, именно ваших разработчиков? Ну, занимаются не все, конечно. К примеру, все, и чем он может родить, а вот по острову, например. Во-вторых, во всей стране этим занимаются считанные единицы, так сказать, коллективов людей. Есть компании на работе, с которыми мы, в принципе, общаемся в Москве, она занимается нейроуправлением. И есть один случай, по-моему, демонстрация этой технологии на WorldSkills в Телегурте в прошлом году и нейрошкола в Москве, которая тоже занимается здесь. В чем наша уникальность? Ну, что могу сказать? Ну, во-первых, мы получили результат практически, который вы все видели, да? То есть, мы не занимаемся теоретическими исследованиями, мы делаем работоспособные, так скажем, вещи. Мы вообще-то оригинальный школьный технопарк. Вот мои ребята, это трехтанты школьного технопарка. Технопарк, он существует приятно. Мы занимаемся этим технопарком. А, работает сейчас, да? Да, вот же у нас как раз оператор готов. Можно еще один вопрос? Последний вопрос визжает. Можно? Да, да, да. Все, что в лабораторных условиях, это, конечно, хорошо. То есть, у нас считываются стрессы. Все считывается благодаря стрессу, состоянию мозга. Но бывают такие ситуации, мы являемся биологическим видом, могут быть такие ситуации, когда стресс, наш стресс, является неконтролируемым. И те же самые, если, например, мы создадим колляксу, и человек начнет волноваться, он может поехать вперед. А так, мы являемся биологическим видом, мы этот стресс не остановим. Ну, я говорил о том, что, наоборот, при стрессе блокируем движение, на самом деле. По крайней мере, мы воспринимаем стресс как сигнал для реагирования техники, да? В зависимости от того, что нужно делать в этой ситуации, можем либо остановить, либо наоборот, скажем так. То есть, мы должны предусмотреть алгоритм, который обезопасит человек максимально, насколько это возможно. Естественно, скажем так, вы правы абсолютно, что стресс неконтролируем. Мы предлагаем, скажем так, алгоритм безопасности, можно так его назвать. То есть, предположительно, это в самом простом случае, это просто блокировка колес. То есть, если у человека стресс, мы останавливаем бежать. Ну, я понял, о чем вы говорите. Так, что, может, наоборот, надо двигаться вперед, да? Я могу вас в нашу команду пригласить. Для продумывания этих вопросов. Потому что, на самом деле, вопросы простые. Да, ну, конечно, все эти вещи создаются в каких-то определенных ситуациях, так скажем. Невозможно, скажем, коляску для инвалида одновременно использовать еще и для сафари, скажем так, да? Хотя это может быть интересный момент, да. Переключение режима сделать. Допустим, режим при стрессе вперед, а потом обратно меняющий режим при стрессе. Если в инвалиде... Нет, режим, это все создается программой, тут проблем нет. Скорее, проблем в другом. А каким, какой должна быть реакция системы, да, если у человека не спрашивает, о чем вопрос, да? А нужно ли нам действительно остановиться или нужно нам, наоборот, максимально быстро убегать, да? Ну, вот режим на скринейте поставить. Зависит, я думаю, от анализа ситуации, в которой применяется это устройство, потому что вряд ли оно может применяться абсолютно во всех ситуациях. Потому что, скажем так, количество распознаваемых состояний, их не так много. И это же не чтение мыслей по-настоящему, да? Это скорее использование биологической обратной связи и определенного задуманного количества состояний в управлении. Это немножко разные вещи. Если бы мы могли считать мысли, тогда мы могли бы, наверное, и соответствующую реакцию более сложно придумать. А так мы, в общем-то, работаем при делах каких-то простых реакций. Либо действительно остановка, либо быстрое движение вперед, либо быстрое движение назад. Но это достаточно ограниченный объем, точнее, набор этих сад-приакций будет в любом случае. То есть то, что мы демонстрировали, вы понимаете правильно, это не, скажем так, это не фантастика, это прикладная технология, она достаточно проста. Если говорить о том, что можно ли в будущем читать эти состояния более подробно, с большим количеством вариантов, так далее, да. Скорее всего, возможно. И над этим ведутся исследования сейчас. Так, вот я вижу, что вроде бы управление у нас... Сейчас у нас это проводится управлять роботом, и в принципе, насколько мы видим сейчас... Робот стоит на месте, то есть наши вот дистуты, которые должны были быть на экране, находятся в пределах 50%. Вот, то есть сейчас, когда едет назад, это низкий уровень концентрации. Да, вот... Вы можете представить, что ваш робот движется вперед? Поймаете в это вот состояние, собственно, уже сознание. Да, робот движется вперед. Да, вот изначально вы были более сконцентрированы. То есть, сосредоточен в том, что он едет вперед? Он едет вперед. Да, на самом деле, без предварительных тренировок довольно сложно осознанно управлять машинкой, скажем так. Потому что, когда мы были в Москве на одном из конкурсов, многие люди к нам подходили также и пытались делать какие-нибудь канипуляции с помощью этой системы. И кто-то пытался для того, чтобы сконцентрировать, читать стишки, там кто-то формулы решал. Вот. Ну, в итоге у всех были свои способы как-то находить эти состояния сознания. Вот. И тут просто нужно привыкнуть. На самом деле, это тропа – это как один из вариантов нейротренировки, так скажем. То есть, вы можете и не сразу поймать то состояние, которое стоит у двигаться вперед. Но когда вы его поймали, вы будете стараться его развивать. И через несколько тренировок в какое-то определенное время вы научитесь это делать гораздо проще. То есть, проще, проще и быстрее в это состояние подходить. Так что, вот он, пожалуйста, нейрофитнес в действии. То есть, прибор уже есть. Осталось выполнить тренировку. Какой скорость может быть? Так, ну, не очень большой, если честно. Она там еще программно ограничена, насколько я помню. То есть, максимальный скорость, который видите вы сейчас, это примерно 1-2 его вообще заделит скорость. Так, ну, метр в секунду мы ее не мерили. Ну, примерно, да. Как медленно идущий человек. Каждый раз, если вам различие, то есть. Если вам нужны другие скорости, то это тоже достижимое. В конце концов, может быть, и другая вообще платформа механическая, да? Да, это скорее вопрос, это теоретики. Большое спасибо. Спасибо.